Около сотни человек с плакатами и флагами Евросоюза вышли вчера к посольству Российской Федерации в Праге. Так они отреагировали на информацию о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Эта атака была ужасной. Ещё хуже, чем нападение в Солсбере. Фактически это было убийство чешских граждан на их собственной территории другим государством. Это практически война. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачик объявили о высылке 18 российских дипломатов, которые подозреваются в работе на ГРУ и СВР, предположительно причастных к взрыву. Основываясь на доказательствах, полученных в ходе расследования, проведённого нашими спецслужбами, могу сказать, что есть обоснованные подозрения в причастности сотрудников подразделения 29-155 ГРУ к взрыву склада боеприпасов в районе Вребетице в 2014 году. Этот взрыв нанёс огромный материальный ущерб, создал серьёзную угрозу и нарушил мирную жизнь многих тысяч местных жителей. Но прежде всего там погибли двое наших сограждан. Чешская полиция также объявила в розыск двух граждан России, имевших при себе паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Баширова. В Великобритании их считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению скрипалей в Солсбери в 2018 году. Российский МИД назвал действия Праги враждебным шагом и объявил о высылке из страны 20 сотрудников чешского посольства. Отношения России и Чехии будут только ухудшаться в ближайшие дни, считает клумнист ДВ Иван Преображенский. Скорее всего, с учётом того, что Россия высылала больше дипломатов, чем Чехия, Чехия сейчас примет какие-то ответные меры, что неизбежно спровоцирует дальнейший ответ со стороны России. Дойдёт ли до того, что начнут закрываться, например, чешские предприятия, условно связанные с Чехией, на территории России или нет, пока непонятно. Но, например, о том, что Росатом не сможет участвовать на территории Чехии в конкурсе на достройку атомной станции Дукованы, а там контракт приблизительно на 6 миллиардов долларов, это уже практически 100%. Решение Праги о высылке дипломатов поддержало ряд стран, в том числе США, Великобритания и Словакия. Это обострение не случайно произошло сейчас на фоне ухудшения отношений России и Запада из-за наращивания российских войск на границе с Украиной и давления на Алексея Навального. Момент для объявления, но это очевидно, был выбран не случайно и совпал с введением нового пакета американских санкций и удалением российских дипломатов из США. Это часть общего противостояния условного Запада, в данном случае союзников по НАТО, Евросоюза, США и России. Причем фактически Чехия оказывается в ситуации, когда она долго старалась балансировать между Москвой и Брюсселем, Берлином, Вашингтоном, пытаясь сохранять достаточно тесные отношения с Россией. Но сама Россия сейчас создает, к сожалению, такую ситуацию и настолько активно осуществляет внешнее давление, что балансировать становится все сложнее даже для тех, кто хочет сохранить с Кремлем отношения. Буквально за день до объявления результатов расследования стало известно о том, что исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил запланированную поездку в Москву, в ходе которой он собирался вести переговоры о закупке вакцины «Спутник Ви». Аминь. Аминь.